здравствуйте дорогие друзья меня зовут виктория андерсон я женский коуч специалист позитивной психологии основатель школы осознанного питания nordic balance и диетолог сегодня я хочу затронуть очень интересную тему которая называется калории и озвучить почему мы не считаем калории в моей школе осознанного питания nordic balance что такое калории калории это энергетическая ценность продукта это то сколько наш организм усваивает энергии при переваривании нашей пищи что же это такое как это подсчитать мы все понимаем все знаем что когда мы получаем меньшее количество калорий чем мы расходуем при этой как бы комбинации мы начинаем худеть стройнеть и ура ура и мы все начинаем считать калории но вопрос как мы считаем эти калории мы как правило скачиваем какой-то app я не знаю приложение типа fat secret или же my fitness spell вы можете скачать все что угодно как угодно и подсчет этих калорий даже если вы будете вносить все свои продукты он будет не точен почему да потому что на калорийность продукта влияет термическая обработка влияет почва земли где продукт произрастал влияет также регион где он произрастал этот продукт влияет очень много факторов солнце спелость продукта и так далее и мы никогда не сможем в домашних условиях почитать калорийность того или иного продукта который мы кушаем для этого существует профессиональный такой прибор который называется колометр по моему по-русски и он действительно подсчитывает досконально там калорийность каждого продукта но это знаете действительно профессиональный прибор который но в домашних условиях этого сделать вообще невозможно и поэтому лучше всего сконцентрироваться не на подсчете калорий не на том что и как сколько весит так далее а расслабиться потому что когда мы в процессе похудения начинаем еще считать калории это нас вводит еще в больший стресс как бы там ни было когда вы на стадии снижения веса вы обязательно как бы начинаете вместе со мной прорабатывать ваши пищевые стереотипы ваши пищевые привычки ваши пищевые сценарии и это уже является каким-либо стрессом для вас а тут еще если мы еще прибавляем вот подсчет этих калорий и записываем где-то там и считаем то это еще более как бы усугубит вашу ситуацию поэтому я считаю что этого делать не нужно потом в нашем организме понимаете нету таких рецепторов которые могли бы зафиксировать вот эту вот самую калорийность ведь как калории как бы вообще мы узнали о калорийности или о калории буквально лет 200 250 лет до здесь 250 лет тому назад до этого никто не знал что такое калория и вы поймите если вы например съедите кусок дерева до который обладает калорийность 10000 калорий к примеру ваш организм просто-напросто не не воспринимет эту пищу если вы съедите кусок стейка ваш организм проработает какую-то часть калорийности из этого стейка если вы выпьете стакан колы ваш организм тоже отреагирует на отреагирует на эту калорийность потому как организм реагирует на сахар а в коле немереное количество сахара то есть ваш инсулин подскочит и соответственно у вас пойдут какие-то реакции вашем организме на белок тоже реагирует инсулин и другие гормоны но они реагируют по-другому то есть здесь как бы можно говорить и дискутировать неверенное количество времени к сожалению очень многие спортсмены сейчас рекламируют газированную воду или какие-то энергетические напитки с нулевой калорийностью да все прекрасно ноль калорий но никто не говорит о том сколько в этом напитке будет сахаров понимаете и у этого спортсмена у которого шикарный мускул великолепное тело все вроде как хорошо но его печень погибает в этот момент и когда у того самого спортсмена не называя опять же имен возникает диабет второго типа об этом никто не говорит ни одна рекламная компания они его использовали все к сожалению многие производители именно пользуются тем самым как бы калорийностью это выгодно для них потому что если мы прочитаем на этикетке что пончик или пирожное содержит 200 грамм калорий и салат который тоже может содержать 200 грамм калорий до целая миска салатов вкусного хорошего зеленого красивого что мы выберем как правило к сожалению большинство из нас выберет именно тот самый пончик обманув себя ну ради бога вот миска салата или тарелка большая красиво или этот пончик так лучше выберу пончик который пахнет ванилью который такой красивый который такой красочный посыпан сахарной пудрой и так пахнет и так манит все мы выбираем именно этот пончик и обманываем себя по калорийности то же самое происходит если мы посмотрим на тоже тортик который будет 300 калорий и кусок лосося и многие люди выбирают именно тут пончик потому что он вроде как по калорийности то же самое что лосось но лосось стоит дороже гораздо дороже и а пончик такой дешевый такой манящий такой вкусный соответственно человек выбирает именно тот самый пончик который ничего полезного вашему организму не принесет а лосось он дорогой и поэтому мы не можем его себе позволить так что к чему я хочу подвести наш сегодняшний разговор друзья давайте не будем концентрироваться на калориях давайте не будем тратить свою энергию на калорийности на подсчете этих калорий кстати о подсчетах калорий да если человек сидя на диете сокращает или создает себе дефицит именно той самой калорийности ниже чем к примеру 800 килокалорий или там до 600 некоторые диеты как бы заставляют до меню это свое до 600 калорий то за счет этого дефицита калорий наш организм начинает реагировать в обратном направлении он начинает выходя из диеты все собирать в жир и вы начнете поправляться поэтому ниже чем 1200 калорий вы не имеете право потреблять если вы хотите жить долго и качественно хотя опять же мы не считаем калорий но тем не менее если у вас есть такой какой бы какой-то там и подсчет калорийности вашей то следите за тем чтобы это было не меньше чем 1200 калорий в день но я против всего этого я к чему призываю вас друзья не концентрируйтесь на калорийность не концентрируйтесь на подсчете этих калорий а сфокусируйте свое внимание на качестве продуктов которые вы ежедневно потребляете на качестве еды на качестве не знаю абстрагируйтесь уйдите полностью от полуфабрикатов от копчености от каких-то колбас от солености тех же маринадов каких-то покупайте просто мясо фрукты овощи сыры и делайте свою еду дома я понимаю что это тяжело что это на это уходит больше времени так далее но друзья поверьте мне я очень занятой человек я пережила очень многое в жизни и у меня и бизнес и работа и три бизнеса и были маленькие детки и командировки нескончаемые так далее и тем не менее я как бы выбор этот сделала я инвестировала в себя и в свою семью качество жизни и качество продуктов и поверьте это дает очень хороший результат вы будете прекрасно выглядеть вы будете довольны собой вы будете в здоровом теле вы будете нравиться сами себе вы будете полны энергии и ни с чем эта инвестиция не сравнится поэтому закрепляя наш пройденный урок не считайте калории а инвестируйте именно в качество ваших продуктов которые вы покупаете и кушаете дорогие друзья будьте здоровы счастливы любимы стройны полны энергии и живите долго долго ну а на сегодня все лайкайте подписывайтесь на мой канал я была сегодня с вами ваша виктория с любовью пока до новых встреч субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok